Кто первый? Вот есть желающие. Итак, Лёш, представьте, пожалуйста. Да-да-да. Итак, у нас Кузбасс FM, первая линия. Сейчас мы увидим сайт радиостанции. Там внизу, Лёш. Лёш, я всегда не могу поместить, Дорангов или Доронгов? Вообще, моя фамилия Доранг. Так, и ты кем на Кузбасс FM? Я ведущим эфира. Но эфира у меня мало, совсем чуть-чуть. И занимаюсь я в основном сайтом радиостанции. Это понятно, потому что у нас что написано? Это человек из Кемерово. Понимаете, да? Борис Борис Пивенчаков был в водоводе. Арина, можно я сикласс? А как вы не управляете? Ты можешь сесть сюда и там сидеть. Зачем же стоять постоянно? Это же опасно для жизни. На самом деле, Лёша является, я так понимаю, что ты сам конструировал этот сайт. Я сейчас всё расскажу. Итак, здравствуйте ещё раз. Меня зовут Алексей Дорангов. Был Кемерово. Радио Сузбасс FM. Вообще, я считаю, что рассказывать о сайтах, это то же самое, что, например, спеть о книге. Потому что можно застыть компьютер и пощупать сайт собственными руками. Но вообще, раз уж надо, то мы подготовили такую фотоисторию в формате «Они день из жизни». Такой популярный формат есть, ЖЖ-комьюнити. Кто-то вдохновившись таким жанром, мы сделали некую фотоисторию, которая будет повисовать, наверное, скорее не о работе сайта, а о тех людях, которые им занимаются. Скажи, что такое Узбасс FM. А Узбасс FM – это региональная радиостанция, отвечает на всю область Хемельскую. Мы – сетевики, то есть наш сигнал реферансируется в группы города. Там 20 городов, ну, довольно большая площадь, открытие. Итак, наша история начинается в 7 экранов, в службе новостей ради Узбасс FM. Вообще, его пара никого нет, кроме дежурного новостника, который как раз в это время на выпуске, а вот он уже и вернулся с выпуска. И Юрий Лемичев, он, как и его коллеги по новостям, использует сайт ежедневно по нескольку раз. Должностные инструкции сотрудников службы информации выведены. Следующие обязанности. После того, как человек приходит с эфира, он заходит на сайт и самостоятельно ставит в еда все те материалы, которые просто изучали в ингреди. Так делает каждый новостник, у нас 5 человек, читатель. И поэтому новости на сайте появляются часто. Да? Работаешь? Нет, вам не работают. Работает, конечно. Ну давайте, вот, работает Юрий Лемичев. Давайте посмотрим, в чем состоят его обвязанности полноценными сайтами. Перед вами админ панели и система администрирования. Как вы можете видеть, все довольно просто. Новостник ставит свой текст, выбирает рубрику и ставит ключевые слова. Дата-время функционируется автоматически, после этого он нажимает кнопку «Сохранить», и новость попадает в вот эту ленту. Там будет цифра, где-то количество просмотров определенных для фана. Так, то же самое выглядит уже на сайте. Для всех пользователей. То есть, видите, ленту новостей, календарик, ну, все же самое. Все довольно удивляно. Если пишут по новости, открывается новость. То есть, на данный текст возможности прослушки и синхроны, если, ну, существует ли, там, телефон, ну, какого-то комментария, то, конечно, все приближают. И вся система работает так, что, чтобы поставить одну новость, вся этому снику нужно, ну, максимум, там, полминуты или нет. Текст расшифровый у вас? И синхронный, это расшифровый. И синхронный, нет, не расшифровый. Я объясню, почему. Потому что, несмотря на то, что в сутки информации я не человек, у всех у них есть такой, вообще они на трех электростанциях работают, способные лишь адресом. И существует у них какая-то понятие, как профессиональная спешка. Что там синхронное расшифровали? Они иногда одобраться, не представляют, и вообще допускают афографические разные ошибки. Поэтому им нужно и так писать. То есть я свою работу я начинаю потом в своем домашнем офисе или в опыту квартир. Первое, с чего я начинаю работу, это, конечно, правка первой пачки новостей, которую ставит в журнурный петлюник. Новостник. Вообще, новостной контент – это святое для СЭК Кузбассфэн, потому что мы, когда запускали его, сколько это было лет назад, в 2004 году, 7, мы пытались занять нишу в то время не заполненную на рынке интернет-СМИ Кузбасса, то есть кемеровских. По-моему, мы ее заняли. То есть мы стали таким новостным ресурсом известным. И поскольку новостной контент – это святое, вот мы, я, в частности, каждый день учитывая всю информацию, которая ставится на сайт, поставляя абзацы, буквы на место ставили и так далее. Ну, профессиональные, наверное, теперь же ничего не поделали, что с редакторами туда не деваться. По-моему, в моей обязанности, конечно, входит… Это я. Мои обязанности входит… Вы поняли, грызть ручку, подсказывает. Да, я вот заткнулся как раз на анонсинг к программе, которая пойдет сегодня вечером. Потому что… Я объясню, что это такое. У нас все новости, относящиеся к жизни радиостанции, анонсы каких-то программ, анонсы гостей, новые песни. Все это аккумулируется в разделе под названием «Блог Кузбасса ФМ». Ну, блок – это обычно то, что ведет какой-то человек, а у нас, в общем, не человек, а радиостанция ведет свой блок. Формально это тоже блок. Видите, там есть оллога теков, вот это замечательное. Посты вот… Если отлично что происходит, картинка у каждого поста, обязательно иллюстрация, там и социальные сервисы какие-то, календарь, и можно оставить. Ну, блок. Он и есть в блок. Можно сказать, что по сути там в блоке тоже выкладывается интервью, но к этому мы вернемся. Вообще, работая без дома имеет как плюсы, ну, сами понимаете, так и минусы. Вот, что мой главный плюс – минус. Он самый лучший помощник, который мне упорно пытается помогать работать над сайтом «Блог Кузбасса ФМ». Пришлось обожать помощнику собственное рабочее место. Мы очень любим помогать, практически не оторвать. А это девочки или мальчик? Это девочки, я живу Гатя. Знакомьтесь. Мы любим сайтом. У него есть мобильная версия, которая доступна с любого мобильного устройства. И, на мое счастье, работы дополнительных по мобильной версии нет, потому что база данных одна, у мобильной версии большой, и то, что появляется на сайте, тоже появляется с мобильной версией. Бывает так, что я на работу и не ещу. Я саму медленно работаю дома. Но вот этот день, о котором я вам сегодня рассказывал, он не обошелся без близких. Вот видите, я решаю проблемки по телефону, по айсу, то есть все равно пришлось поехать. В 10-12 все выезжали безусловно. В кем времени нет метро, поэтому все население перемещается на таких микро-клубочках. И, находясь в маршрутке, можно отслеживать при помощи мобильной версии, что я ей делаю какие-то там выдвижения с контентным сайтом. Если что, то нужно быстро поправить, то это можно сделать, потому что система администрирована доступна из мобильной версии. Ну, а если есть мобильные устройства с большим экраном, то можно это сделать с большим транспортом, например, в сервере с кафе. Ну, когда я говорил о важности на основе контента на сайте, я нисколько не лукавил, потому что так получилось, что наши коллеги из газет, из телеканалов, они привыкли за эти годы использовать нашу основную ленту в качестве оперативного источника. Так сложились. Вместо того, чтобы релизы многочисленные дергать из разных источников, кому лица в этом тексте прислужбистом, они, вот наши коллеги из за их выпусков, например, как раз заходят на сайт и имеют картину дня. Наверное, там уже ориентировались, куда им бежать на такие события и о чем писать в своей кайфе. Ну, вернемся на радио. Эфирная студия, 1251. Как раз заканчивается программа по заявкам. Музыкальные заявки, это Максим Климов, наш ведущий в эфире, 100% здесь. Музыкальные заявки окнулируются на сайте. Даже те, которые их присылают в виде смс, они тоже попадают на сайт, это там тереоритики будет. Очень удобно. Ведущим не нужно там открывать вторую звонницу, будет смс-портал, выключите. Умите номер телефона, по-любому. Обычный, конечно, такая информация не доступна. И вот работа с сайтом производит у них два раза в сутки. Это там же две программы заявки. А вот гость в студии появится. В студии гость. Я думаю, что в нормальной ситуации, когда на радио приходят гости, они о чем-то разговаривают в прямом учении, а летатор сайта занимается фотосъемкой гостя. Поэтому мы задаем вопросы. А мы делаем портрет. И берем автограф. Для того, чтобы вся эта информация может появиться на сайте в разделе гостиной. У нас архив всех гостей за все годы. Там еще много имен и знаменитых. Это тоже на базе блога. Иллюстрации за фотошопами на эту подпись. Внизу там можно послушать все интервью полностью. Параллельно вкладывается все это в виде подкастов, на подкасте «Арминал фототаль». Сользуется популярностью, кстати. Тоже того же олень, что послушали в первом сутке. То есть тысяч человек среди выхода, наверное. Так-так-так. Ну, поскольку радио это все-таки традиционный жанр по сравнению с интернетом, мы как-то этот контент, который берем от гостей, мы его в реальной жизни тоже используем. У нас на первом этаже есть от портреты, и, как вы знаете, раз уж он в интернете вывешивает, этот тон, вывешивает это и на стену. Приезжайте к нам на радио, послушайте с собственными глазами, сколько вам фотографий набралось в периодах. Того же дня походит к концу, а главный редактор, собственно, только что освободился от своих хозяйственных компаний. Главный редактор радио-группостом Александр Принокуров. Многие, наверное, с ним походят. Привет, привет. Да, совершенно. И к концу рабочего дня он начинает уже показывать, что ему не дается на сайте. И, наконец, прикроется этого дистанта экстренно вправить. Ну, ничего страшного, можно вправить с любого компьютера, система управления не интересна какой-то одной машине. Но вообще в обязанности, так скажем, в работу главного редактора с сайтом входят по большей части, конечно, редактирование редактора, то есть меня, и еще он, активно общаясь со слушателями в форуме, у нас есть форум, он обычно не очень так там посещаем, там делает кучи такие дискуссии на какие-то странные для меня темы. Но во время акций, которые работали в Возборском, у нас закончилась акция «Открытый формат» по поддержке местных и музыкантов разного пошива, во время акций форум достаточно оживляется. Но в этом году мы решили, наконец-то, использовать его в социальных сетях и для проградания. Группа от этого формата как раз в ВКонтакте очень сильно она нам помогла и в реализационном плане, и в плане создания комьюнити вопросов. Проект. Ну, все хорошо, это все закончилось. Наступает вечер, а поскольку сайт доступен другого слышно, приходится найти вопрос. Работа на сайт он не прекращается. В это время обычно очень хочется спать. Но это время удобно тем, что никто не мешает заниматься его внедрением новых функций. То есть, как вы понимаете, кодом сайта тоже занимается его редактор. Вот недавно была введена новая функция, наконец-то онлайн-вещание у нас открылось около 5 лет. И в связи с этим появилось, конечно, очень много стратанных пищевых, которые нужно оплавливать, все шлифовать. Вот, собственно, мои рабочие инструменты – это текстовый редактор, концовь, управление, сервером. Ну, наверное, вам интересно все эти качественные выпучки. Я сейчас закончу, но, собственно, я уже закончил. И так каждый день. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Вот, пожалуйста, первое. – Пожалуйста, молодой человек. – Вопрос вот такой. Значит, вы сказали, как редактор занимаетесь одновременно и кодом сайта, технически в такой момент. Вот вы, как редактор, движок самостоятельной платформы разработали? – Да, движок самописный. – Самописный. – На PHP. – PHP, MSP. Там еще активно используется jQuery. Ну, как бы, пытаемся по последним технологиям. Конечно, лучше это сделать уже на руки, как вы видите, то есть мы быстрее работаем. – Вопрос. Вот то, что приходится и технические моменты сочетать, скажем так, ну, назовем это с творческими моментами, это не мешает, а нет эффекта растуления, что и то нужно успеть. Вот в сутках всего лишь 24 часа. – Слышу, да. – Вы сколько часов спите? – Не знаю, вопрос. У меня много, но у кого я еще занимаюсь видеоиграми, я смотрю сериалы, я гуляю с почвами, провожу время с женой, я все успеваю. При этом у меня не только сайта бесплатная, у меня еще будет, что я сделал. У меня еще очень много разных проектов с интернетом, ну, и такими делами. Как-то находится время на все и на фотки, и на работу творческой, и на все? – Ну, а выходные… – А выходных у меня нет. – Спасибо. – Спасибо. – Допрос. – Скажите, пожалуйста, выкладываете ли вы заголовки сетов новостей в Твиттер? Ведете ли Твиттер, и, соответственно, живой ли он или автоматический? Конечно же он автоматический, потому что, чтобы сделать живой Твиттер, как это делает лентуру, очень забавный, мне очень нравится, это нужно, чтобы этим занимались новостей, потому что они кущие информационные события. Но новостей, конечно, этим заниматься не будут. У них есть еще маяк, проводное, некогда, да и вообще, что такое Твиттер, потому что не как старая информация. Это же мы сами знаем. Автоматический Твиттер, да, берется раз из ленток и просто скупаешься заголовки, и все. – Лена Долматова? – Много подписчиков у Твиттера, только кому-то это нравится. – А может, Вы сказали про СМС на сайте, то есть их видят Эджей, но, может, их кто-то, и все остальные как видят? Они как представляют? – Нет, я вам показывать не могу. В общем, там вместо имени, в комментариях вместо имени идет телефонный номер, в котором скрыта середина со скобками и многоточек. Если параллельно откуда окно с системой администрирования, вместо многоточек полный номер. Вот и все. То есть, вот они имеют кусок номера, обрывок, а ведущий эфиры видят полный. Если ему там только хулиганит, то номер за мной черный список в нашей серой системе самописной сложности, это не может остаться. И, как бы, он эти сообщения или трех, и что-то еще с ними делать. – Катя? – Судя по тому, что вы рассказали, я поняла, что в вашем эфире есть новости и программы по заявкам. Остальное музыка, видимо, да? – У нас музыкальная информационная радиостанция. – А еще авторские программы какие? – Авторские программы есть. У нас каждый вечер целый час эфира занимают авторские программы по музыке, по классической музыке. – А не находят себе отражение на сайте? Есть ли у вас интерактив по этому поводу? Мне кажется, авторские программы прекрасная возможность обсуждать со слушателями и музыку, и прочее. на сайте. – На сайте. – На сайте. – Катя на сайте, что авторские программы являются отдельным элементом, да, могут являться для общения с комьюнитием. – На сайте. – Но так получилось, что все общение с комьюнитием со сведоточным формами. И как-то так получилось, что люди, которые используют эти программы, они не очень активны. Видимо, им и так все понятно. нечто сказать, может быть. И как-то все это, ребят. У нас авторские программы продолжаются в терминале КОДФМ, там тоже что-то в коментариях происходит, такое движение, но бурной дискуссии нет, к сожалению. – Можно еще тогда про новости спросить? Вы сказали, что позиционируете себя как новостной портал, а есть ли у вас возможность тогда от служителей, чтобы они предлагали новости прямо на сайте? – Нет. Новости о службе мы не принимаем. Мало того, мы не позволяем фокерам комментировать новости, потому что это дикий троллинг. У нас в области диктатура губернатора, и многим это не нравится, а как бы новости немного заточены по губернаторам. И чтобы не бороться с многочисленными политиками, мы просто отключили нас. Ну, простите, такие особенности местные. – Это не только местные особенности, тоже все жюри, эксперты отметили, нет возможности для комментирования новостей, даже для горячих новостей, ни на одном из представленных на конкурс сайтов. То есть все сайты заанализированы и закрыты для комментов. для комментирования для комментирования. которые не командуют. К сожалению, такая жизнь. – Какое имя неправильное устройство висит на сайте? – Все зависит от моей загруженности. Ну, от одной минуты до участка. – То есть каждый период в течение десяти минут каждый раз – у меня есть свои инфляции. Мне приходят уведомления, что он еще есть. Видео у нас есть и выкладываются в блоги. Ну, там, как видео. Если вот, например, Андрей Виногин, мой коллег, там вышел в свое время в финал сибирского этапа в мистер радио, приехал в телевидение и сделал про его сюжет. Это, конечно, появилось тут же в блоге, потому что это жизнь нашего радио, где там уже сибирь вывесили. А вообще в видео в основном там, это клипы на клипы «Терпоискальный круг», чьи новые песни появляются. То есть, у нас есть такая рубль, вот, «Музика». Там анонсы песни. То есть, небольшой рассказ об этой песне и клип. Там был удар в видео. – А вы следите за на статистикой? Куда вам чаще всего заходят? На форум? – Конечно. – Конечно. У нас на сайте установлена система Google Analytics. Очень удобная, очень погромная. Это же Google. они шпионят со всеми, они все во всех знают. И… – А что у вас сама популярность? – На первом месте по популярности это лента новостей. Ну, так получилось, потому что мы изначально представили новостной ресурс. На втором месте по популярности вот в этом году была страница открытого формата нашей акции по поддержке личности вот мест. Ну, там там было голосование. – Да, это спецпроект. И на третьем месте хит-парат инструкционный, куда люди ходят и голосуют за любимые свои исполнители. – А суда начинают посещать? – Ну, для видео это такая более-менее ничего. Посещаем полторы-две тысячи уникальные уникальные посетители. А что касается хитов, ну, там проходило как-то 15 тысяч лет. – Да, спасибо, просто у нас ограниченный формат, но мы потом можем пообщаться и переговорим, да, еще раз, потому что у нас еще, да, то есть просто, чтобы вы увидели героев, хотя бы, значит, что, конечно, члены жюри, не буду называть. Спасибо большое.